В общем, друзья, вот десятка стоит, а у нее разбито лобовое стекло. Сейчас мы пойдем покошмарим. Что, пошли? Пошли! Добрый день! Здравствуйте! А можете представиться? Андрей Хинков, Александр Михайлович. Вы выполните закон о полиции, 18 статью, пункт 3. Говорю, Андрей Хинков, Александр Михайлович, инспектор патрульной полиции. Вы меня, наверное, вообще не слышите, да? Молодой человек, я вам сказали, представиться. Я вам представился? Андрей Хинков, Александр Михайлович, инспектор патрульной полиции. Смотрите. Да, здравствуйте. Есть закон о полиции, 18 статья, пункт 3. Сейчас, я прошу, вообще не мучу. Алло, алло. Да, да. Возле АТБ. На заявлении. Я в рюколога съеден на место. Что, что? И форму, сутри, да? Я только что к машине подошел, молодой человек, вопрос. Да, говорит, представьтесь, я представился. Слушай, уже все узнают, уже все узнают. Уже говорят, что там к вам подошло. Выполните закон о полиции, 18 статью, пункт 3. Молодой человек. Все. Молодой человек, объясни. У нас, мы вообще едем сейчас на вызов. Мы сейчас с вами поедем, только есть у вас одно но. Вы не имеете дальше двигаться. Знаете почему? У вас нету нарушений, не садитесь в машину до тех пор, пока вы не представитесь. Я вам еще раз говорю. Я вам еще раз тоже говорю. Не повышайте голос. А что будет? Что будет? Не повышайте голос. Вот вам запрещено 1147. Я вам сейчас сделаю. Я покажу свой стужбовый посвечу. Вы находите со службе. Я нахожу. Вы тоже кстати покажите судьбового посвечу. У вас машина сейчас находятся в состоянии таком. Не соответствует. Скажи пожалуйста. Можно ездить с разбитым лобовым стеклом. Если ты водитель. А мы видели как ты потерял. Как ты припарковал сюда эту машину. Потому что он первый пошел. Мы приехали на вызову совершенно верно. пожалуйста вам возглавить и скажи пожалуйста пока я вижу перед собой мусора понимаю что мусора вижу пока ты не представился я не понимаю проект скажи пожалуйста почему ты нарушил курсов нет вопросов нет а я тебе что сказал а я тебе что сказал вы молодой человек во первых не грубите что такое до нее ничего что такое не дергайся это пятеро из wasn't это ты дергайся понятно ли Я не хамлю, хамло, ты посадь. Хамло, хамло, вот. Я говорю, покажи, я говорю, покажи, я говорю, покажи. Выполни закон о полиции, 18 статю, до полного заема. Андрушенко, Александр Михайлович, не перебивай меня. Инспектор СРПП, ВП, до 21, ну долговато, долговато. Жетон, жетон. Два нуля, восемьдесят два, восемьсот семьдесят девять. Совпадает. Скажи, пожалуйста, скажи мне, пожалуйста, закон о полиции, двадцатая статья, знаете ее, и семьсот восемнадцатый приказ. Я задаю вопрос, вы знаете ли, я вам еще раз, я представился, представился, все, вопросы не поеду. Я говорю, подожди, я еще никого никуда не отпускал, у тебя, говорю, есть нарушение, ты слышишь меня? Есть нарушение, пожалуйста, обращайтесь в отдел полиции, машина служит. Присаживайся тоже, кстати, подожди. Погоди, Сергей Александрович, да я еще не увидел. Покажи мне посвящение службовое. Службовое посвящение, покажи, пожалуйста. Послушайте, у вас машина находится в арене, в состоянии, стеклоочистительных приборов, соответственно, действия и механизм эксплуатации данного транспорта. Покажи службовое посвящение, друг, покажи, там написано призвернение усобы, не важно, кто это, шо это, ты покажи и все, а то как вы водители, показывай мне нормально, чтоб я не нервничал. Погорелый Сергей Александрович, 2 0 31 595, 718 приказ, вам о чем-то говорит однострой. Однострой, что однострой? Почему у тебя выгоревшая форма? Выйди сюда. Да не выйди, а выйдите, понятно ли? Выйди сюда, я тебе говорю. Выйдите. Я говорю, выйди сюда. Я говорю, почему у тебя выгоревшая форма? Вот выдают такую, все, она выгорела, все. Ты что должен сделать? Что должен сделать? Ты что должен сделать? Уведомить руководство. Ты это сделал? Конечно. Поехали сейчас в райотдел и будем задавать вопросы. Почему данный сотрудник ходит как сявка? Вопросов нет, вот райотдел, пожалуйста. Мы едем вместе, я же не смогу прийти и просто сказать. Вы сейчас, мы вместе зайдем и скажем. Вы думаете, я смогу где-то переодеться или что? Сможете переодеться, понимаете? Ну так если я переоденусь, вы же зафиксировали на камеру, у вас же есть видеокамера в телефон. Просто знаете, в чем тут прикол? Оказывается, дошла информация, что в городе Змееве вот такие коллеги, как ваши коллеги, есть мусора, а есть полицейские. Да, чтобы люди слышали, понимаешь? Ну и что дальше? Что вы их кошмарите за эти разбитые лобовые, блядь, стекла. Ругаться не надо. Да вообще по барабану. Да вообще по барабану. Вообще 173-ю составишь? Составишь? Ругаться не надо вообще. Я говорю, составишь? Я вас предупреждаю, а? Нападаю. Не буду нападать. Почему? Ну действуй. А зачем? Ну действуй. Если вы нормально... Я себе еще раз говорю. Я еще раз говорю. Не, ну вы же все вместе, правильно. Я объясняю молодому человеку, ругаться не надо общественно. Да вообще насрать, ты понимаешь, что такое нецензурная брань? Ты знаешь, что это такое? Ну в данном случае вы сладитесь. Ты, я говорю, знаешь, сошлись на норму закона. Смотри, есть закон о полиции, 31-я статья, часть 2-я. Назови мне все НПО, все, пытания нема, вопросы уходят. Только есть одно но. Когда вы приезжаете в город или в какой-то области едете, и вы до водителей за лампочки, за брезовики и, блядь, за лобовые стекла. Ты хочешь сказать, что это нормально или что? Из-за разбитой бампер. Из-за разбитой бампер, вот человек говорит. Значит, получается, тебе вообще на норму закона по барабану, а водитель будет страдать? Вызывай сюда руководство. Тебе запрещено. Хорошо. Хорошо, я делаю с ним, что уведомлю руководство, конечно. Ты не уведомен должен. Тебе запрещено. Смотри, ты сейчас будешь ехать, не дай бог, что-то еще камень попадет, и оно разбивается, тебе, не дай бог, глаза попадают. Кто будет виноват? Кто виноват будет? Они за бампером. А что, ну, расскажи, что была эта десятка? Конечно, на микроне они подъезжали ко мне. Вот так вот. Вот этот инспектор, да? Так и что теперь, если подъезжали? Ты же подъезжал. Так и за бампер шарил. Битый бампер меня шарил. А он представлялся? Может, тоже седой. Может, еще кто-то с меня с тобой ехать? Может, я же не знаю. Машина же это что? Собственная машина. Ну, седой. Так что, и все. Что, вроде бога? Руководство сюда вызывайте. Потому что у вас есть нарушения. Нужно, чтобы вы его устранили. А то, получается, бедные люди страдают здесь. Конечно, запрещено. О, не дай бог, что-то случится. Это что-то худовато, блядь. Да, ты ПДД не знаешь или что? Да, что? Вы молодой. Что? Хорошо, все, вопросов нет. Просто у нас же вызов, да. Ну, все, вызов, значит, вызов. Ты же говоришь, райотдел тут рядом. Все, значит, сейчас приедут, правильно? Вопросов нет, райотдел. Я же уведомил руководство. Уведомил руководство. Ну, и все. Что, молодой человек? Что ты не хочешь сказать? По поводу. Ну, ты ко мне обратился, молодой человек, и начал дальше поделку на разговоре. Что ты? Забыл? Что по поводу? Вы говорите по поводу стекла. Я вам хочу сказать. Машина служа, машина служа. Ну, ты находишься за рулем транспорта. Я нахожусь за рулем. Подожди, а если я буду ехать на машине на фирменной 30-40, у меня, блядь, не будет, я не знаю, без лабаша буду ехать. Что ты тогда будешь? Это запрещено. Запрещено. Правильно? Запрещено. Или там бризовика. Подожди, давай, подожди. Или бризовика нету. Или у нас не горит поворотник. Или у нас не горит лампочка в темное время суток. Так вы это можете. А как ответить за свои поступки? Где, кстати, бризовики? А, бризовики есть. Извиняю. А что с резиной у нас? Резина разная? Одно и седина. Одно и седина. Спереди, одни, азади, друзья. А если почитают, друзья, по закону? Да по закону у вас яиц нету, мужики. У вас нету яиц. Вы как бабы обосранные, понимаешь? Но я говорю, у тебя есть нарушение. Взял, ответил, поехал дальше. И никто никого не задерживает. Ну я говорю, что скрываю. Все. Подожди. Я не пойму. А что ты сейчас заднюю плачать? Ты только что говорил, и что теперь обращайтесь на в райотдел? Да, правильно, машина служебная. Я сказал, конечно. И что, машина служебная? Ты находишься с рулем в транспортное средство. Транспортное средство запрещено эксплуатацию. Что значит обращаться? Блядь, вот ты меня так остановишь, я тебе скажу. У меня документы дома, иди сюда. Садите здоровье. У меня документы дома, иди туда, обращайся. Документы дома. Все. В чем вопрос? Я говорю, садите здоровье. Ну что ему еще сделать? Упасть отжался? Упал отжался. Я говорю, садите здоровье. А я считаю, что нужно привлечь его за то, что ходит в неположенном месте. Неположенном, переходит. Еще и без маски находится. 211-я постановка. А где твои перчатки? В машине. А что они в машине? А маску ты когда менял? Я когда менял? Час назад. Час назад? Ответишь? Отвечаю. На мужика ответишь? Отвечаю, я его менял час назад. Ну на мужика ответишь? Маска вообще до двух часов. Полтора часа. Полтора часа у тебя маска, блядь. Одноразовая. Я ее поменял час назад. Полтора часа у тебя маска. Ну хорошо, полтора часа. А я ее поменял час назад. Поменял. Ты поменял? Пообщался? В супермаркет заходил. Полтора часа. Полтора часа. Я заходил не в супермаркет. Как ты без причаток ходил супермаркет? Алло. Блядь, ты на службе находишься с кемлемой, ты пользуешься, работаешь своим личным телефоном в рабочем время. Алло. А что, мы приехали, я не понял. Смотри, мы приехали на вызов в ТБ. Выходь назад. Что дальше? Он тоже разъезжал. Да мы увидели, как вы двигались. И все. Друзья, мы по некоторым заявкам приехали в город Змеев, где полицейские занимаются беспределом. А именно, кошмарят людей. Это пример того, что у самих полицейских есть свое нарушение, а именно разбито в зоне действия склада чеснока. Стекло. Трещина, как вы увидели, на полностью большое стекло. Вот. Это к чему я говорю? Что когда вас останавливают за неработающую лампочку, за брызговик, за грязный номер, неосвещенный номер, либо что-то еще, значит, вы злостный нарушитель. Мы показываем пример того, что перед законом все должны быть равны. Это, скажите, это у нас Купап, 15-я статья. Вы точно такую же ответственность нечете. Совершенно верно. Все. Поэтому, если руководство скажет, что это можно, и так это мы будем уже непосредственно на руководство писать жалобы. Потому что, первое, вас не могут соответствующе одеть. Раз. Второе, вам дали автомобиль, который в аварийном состоянии, где вы сами знаете, что в ПДД прописано, что пункт 30, это техничная неисправность, где запрещена эксплуатация. Потому что она выповедает стандартам, даже вымогам. Пункт 31.1. Вы знаете правила дорожного движения? Я имею представление о том, чем вы говорите. А теперь смотрите, как бы вы можете даже дальше двигаться согласно пункту 31.5. Так, малышек, я вас перебью. Послушайте меня, пожалуйста. Но при этом, так как, если это считается спецтранспорт, вы обязаны включить красно-синие маячки и продвигаться на место дислокации. Но, насколько мы знаем, у вас нет даже разрешения на спецсигналы. Это громкоговоритель и маячки. У вас нет разрешения, так как мы сделали запрос официальный на Киев, на ГУНП. которые нам дали ответ, что МВС сервисного центра не выдает таких. Поэтому еще у вас будет одно нарушение. Статья 122, часть 5. Пусть подъедет руководство и все. И вы поедете дальше. Молодой человек, я говорю, я руководство только что, уведомил. Так. Вы поняли? Уведомил. Вот, такая ситуация. Мы следуем на вызов. Если вы хотите, пожалуйста, Донецкая 26, город Змеев. Я, кто я? То бишь, вы будете нарушать правила дорожного движения? Я нарушаю правила дорожного движения. Я последую. Все, я руководство уведомил. Машину другую даду, берем другую машину, едем дальше. Мы едем сейчас сюда, к вам в управление. Ну, я же машину делаю все в том, что ее не возьму, правильно? Вот я эту машину поставлю, вопрос мне, другую получу. Сейчас мы это... Вам нельзя, вы поймите... Вы на камеру сейчас всем говорите, что я работник полиции, буду нарушать правила дорожного движения. Правильно? Доследую до места дислокации. Все, поехали вместе. Все, поехали. Все, поехали. Едем, а вон, народ, едем на управление. Ну, не на управление, на отделение полиции. Ну, на отделение полиции. Какая разница? Управление далеко. И все, конечно, до места дислокации. Народ, едем, сейчас посмотрим, как будет все дальше происходить. А? Зафиксируй, потому что он двигается с нарушением. А я и так зафиксирую, что он двигается. Да. Ой, еще и поворотник не включил. Пункт правил дорожного движения. 99В. Оу. Годится. Так, ребятки, едем, в общем, в райотдел. Вот эти негодяи. Так, куда они сейчас едут, едут, едут. Едем, 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 едем. Так, они заезжают вот сюда. Мы проводим. Вот они заезжают. В общем, ребятки, идем. В змеевской райотдел. Сейчас будем старших вызывать. Они как раз закрылись. Хитрым отделом. Здесь у нас только маз. Но в мазках у нас нету. Да, давайте. А вы держите сюда? Или вот это отрабатывает? У нас есть мазочка. Да, ну... Значит, сюда выйдут. Заходите. Пошли, елки-палки. Братка. Здрасте. Здрасте. Как ваше ничего? Потихоньку. Я понял. А что, тут есть руководство? Конечно, есть. Ну, зовите его сюда. Масочки ваше где? Давайте. У нас нету. Ну, тогда не давайте. Руководство давайте. Маски для вас. Маски не выдадите? Нет. Может, к вам бы через... Просто нам сказали, что патрульная полиция выдает маски. Угу. Мне выдавали уже. Меня не выдали, чтобы я гражданам выдавал. А вы знаете 225-ю постановит, 211-ю? Ну... Вот. Вы знаете, что такое маска? Ну, маска средства защиты. Средства защиты. Вы открывали ДСТУ? Нет, не открывал. Откройте ДСТУ и посмотрите, что такое маска. Зачем? Маска есть только одна у нас, сварочная. Зачем? А? Зачем? Это средства защиты. Все, что у нас относится к средствам защиты. Если вы хотите как бы немножечко со мной подискусировать, то я милости просим. Я не хочу подискусировать. Я говорю, маску для вашей собственной безопасности. Оденьте. Да, послушайте, то, что мы с вами маску носим, и то, что вы сидите без перчаток, и то, что вы в закрытом помещении, ни вас, ни меня, я вот этого не спасу. Я в открытом не могу сидеть. А вы должны быть в открытом помещении, проветриваем. Но оно проветривает. Где? Каждый час. Где? Оно постоянно должно проветриваться. Вы сидите, посмотрите, в кибитке. Нет. Два на два. Ну, дверь открывается и проветривается. Ладно, давайте нам сюда руководство, потому что... Какое нам руководство нужно? Ну, хотите, давайте Горбунова сюда. Нет, я же вас спрашивал, что кого вы хотите увидеть. Самого старшего, который у вас вообще заведует этой Кузькиной шарашкой. По поводу чего вы хотите посмотреть? Ваши сотрудники полиции нарушают 718 приказ, нарушают 20-ю статью закона полиции и нарушают правила дорожного движения 9.9.В и пункт 3.1.1. Вот это и есть такое. Я понял. Присаживайте сейчас. Ожидаем. Вы доложите? Хорошо. Спасибо большое. В общем, ожидаем руководство. Кстати, в отделении полиции лежат еще денежные средства в размере 1 гривны. Руки сами, я не думаю, что ли, что ли, что ли? Не плюс 50 копеек. Вот. Друзья, в общем, мы подождали руководство. Никто не вышло. Ни одна душа не вышла, я скажу, даже так. Со мной созвонился руководитель и сказал о том, что так нормально. Поэтому, ребята, кто с Харьковской области, с любой области, не важно, это змеев, не змеев, добавляйтесь в надзор Харьков. Вот здесь, а вот, телеграмм надзор Харьков. И пишите нам любое, как вам сказать, любое постановление, которое на вас выносят, давайте нам знать. Или пытаются выносить, или просто вас кошмарит. Ладно, друзья, будем ехать дальше. Я думаю, что в змеев мы теперь будем часто приезжать и показывать все прелести работы у патрульной, вернее, у ГУНП. Это не патрульная полиция, это у ГУНП. Все. В общем, вы знаете, что делать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, а эти негодяи все равно заехали к себе в гараж и все такое прочее. Все, пока.